А в Запорожской области родители двух школ объявили голодовку. Люди протестуют против закрытия учебных заведений. Почему местные чиновники решили поставить на них кресты? Куда пойдут дети? 1 сентября узнавал Сергей Бордюжа. Так, в Великой Белозерке ожидает начало учебного года. Люди пытаются достучаться до местных чиновников с единственным требованием. Мы с вчерашнего дня голодуем. Мы сидим под школой, мы ночуем под школой. Потому что мы хотим ходить в свою школу. Два месяца назад депутаты сельсовета постановили закрыть две из семи сельских школ. Учителей уволили, а родителям предложили перевезти детей в другие учебные заведения. Люди говорят, это было как гром среди ясного неба. Они не обратили внимание на кодекс законов о работе. Нас не было предупреждено за три месяца про то, что будет ликвидироваться учебный заклад. То есть, освободили нас, не дотримаясь абсолютно никакой процедуры о освободении. Родители объясняют, закрывают одну из лучших школ в селе. А детей предлагают перевезти в аварийное здание. Я прекрасно знаю про эту школу, где валится спортзал. И, во-первых, идет трещина, спортзал состоится рядом, со столовой, там, где дети кушают. Оно все валится. Над спортзалом еще есть второй этаж. Как он держится, это до сих пор для никого была всегда загадка. Не дождавшись чиновников, митингующие сами пошли в сельсовет. Конструктивного диалога не получилось. У главы сельсовета свои аргументы. В школах, которые решили закрыть, вообще нет спортзалов и столовой. Еще один повод – это полупустые классы. Мы сегодня распыляемся на 7 школ, на 10 школ, на 20 школ, а детей больше не стоит. А детям нужны условия. Ну, извините, мы же не в горах живем. Если пешеходная досяжность и порядка стоит типовая школа, так, может, надо и ее делать. Родители пошли в суд и подали жалобу на решение сельсовета. Теперь слово за служителями Фемиды. На сегодняшний день сельская рада не имеет права вообще никаким движением делать в сторону або ликвидации, або поновления. То есть суды заборонили. Все. Юридический казус. Как выйти из этой патовой ситуации, пока никто не знает. Учителя говорят, праздник первого звонка они все же проведут. А вот начнется ли обучение – неизвестно. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности – телеканал «Интер» Запорожской области.